Хорошей традицией на шадринском предприятии «ЗОК» становится проведение мини-футбольного турнира в честь своего дня рождения. Так, на очередной второй по счёту, но уже ставший традиционным, Кубок Содружества были приглашены команды заводов Уральского федерального округа. 10 февраля на паркет учебно-спортивного комплекса «Политех» вышли представители таких предприятий, как Нижнетагильский завод металлических конструкций, Курганского стальмоста, завода по производству химических хромовых соединений, «Хромпик» из Первоуральска и Шадринского акционерного общества «ЗОК». Директор Шадринского политехнического колледжа Михаил Харлов приветствовал собравшихся и отметил совместную работу колледжа и завода. «Шадринск – развивающийся, красивый город, и он находится в центре нашего Уральского федерального округа. И то, что в Шадринске вы оказались именно в спортивном комплексе «Политех», это тоже не случайно. Нас с ЗОКом связывают такие давние партнерские отношения. Мы поставляем рабочие кадры, готовим профессионалов, АЗОК помогает нам в учебном процессе, обеспечивает практикой, материалами. И такие вот дружеские партнерские отношения у нас сложились давно и, думаю, надолго. Мы друг без друга обойтись не можем». Слова приветствия прозвучали и от официальных лиц города. Заместитель главы «Шадринска» по социальным вопросам Наталья Бякова отметила хорошие спортивные традиции города на Исети. «Я хочу сказать, что Шадринск – один из самых спортивных городов Курганской области. По последним данным статистики, 54% населения города Шадринска занимается спортом. И это не только те, кто занимается в спортшколах, спортсмены, которые выступают на соревнованиях российского и международного уровня, но это, конечно, и дети, и работники производственных предприятий. И здесь большой вклад вносят наши промышленники и конкретно акционерное общество ЗОГ, администрация которого поддерживает занятия спортом своих сотрудников и их семей». Минифутбольный турнир – лишь одно из запланированных мероприятий в рамках празднования 48-летия завода. Технический директор АУЗОГ Станислав Чащин констатировал, что праздник футбола состоялся. Сыграв по круговой системе, каждый с каждым командам предстояло выявить сильнейшую. К сожалению, болельщика в команде ЗОГ немного не хватило забитых мячей в каждом матче для победы. В итоге они финишировали на четвертом месте. Гости из Кургана – третий, уступив лишь в одном противостоянии лидеру на второй строчке таблицы сотрудники «Хромпик» из Первоуральска. Заслуженное первое место с победой во всех своих матчах у гостей НТЗМК. Организацию турнира прокомментировал директор по производству Нижне-Тагильского завода Салават Хисамеддинов. Уровень в сравнении с прошлым годом очень качественно вырос. Прям видно по спортсменам, что ребята молодые, активные, такие прям на борьбу настроенные, на цель завоевать кубок. АУЗОГ – молодцы, что организовали такой турнир. Такие турниры очень редкие между заводами. Это я из своего опыта говорю. Приятно приезжать на такие турниры, да. Организация на высоком уровне. Лучшими игроками в своих командах были названы Дмитрий Тюнин, Антон Сатаев, Роман Камалов и Дмитрий Гаврюшин. Как рассказал телеканал «Инфо-24», инструктор по физкультуре, туризму и спорту, акционерного общества «ЗОГ», организатор турнира Василий Базанов, в планах продолжать проведение данного турнира и расширение географии с привлечением новых предприятий региона. Замысл был пригласить те команды Уральского федерального округа, кто занимается производством металлоконструкций. В планах расширять турнир, поэтому ничего страшного. Я думаю, что на будущий год уже будет не четыре команды, а шесть или восемь, потому что Тюмень тоже изъявила желание. Ну, в планах, конечно, планы грандиозные. Василий Николаевич выразил желание, чтобы данный турнир перерос в чемпионат Урфо среди предприятий, чтобы команды имели возможность приезжать друг к другу для проведения игр. Футбол – это праздник. И праздник должен быть не только на площадке, но и помимо… То есть я вот уже давно в футболе, я всегда стараюсь здесь впервые охранять какие-то лечения для болельщиков, конкурсы различные, чтобы приходили семьями. И люди должны получать удовольствие. Не только от игры, но и от всей атмосферы, которая вокруг футбола. Вот этот смысл я закладывал в турнир. Субтитры создавал DimaTorzok